здравствуйте дорогие зрители сегодня мы опять познакомим вас с последними сплетнями мыльного мира ну начнем с неунывающей луси мендос вот кого не задушишь не убьешь она таки получила почетный приз за вклад в кино искусство и получила его в италии и это не фотошоп но вы помните что в прошлом месяце луси была в венеции заскочила там уницианский фестиваль ну и в общем кое-что там еще случилось так вот данный конкретный момент никакого подвоха нет она действительно получила этот приз и в общем она действительно заслужила всяческого уважения хотя бы за то что продвигала из последних сил мусиканское кино и телевидение по всему миру это мы не смеемся мы действительно к синьоре мендос относимся большим уважением ну вот а что касается того самого скандала на венецианском фестивале с фотошопом где вместо сандры булок поклонники поместили луси так там история развивалась очень забавно когда сандре булок показали ту фотографию на скалу а кто это луси мендос ну вот а сама мендос на это дело с присущим ей чувством юмора заметила что ну ничего зато теперь вот сандр булок в курсе кто такая луси мендос и молодец и правильно и нефиг оправдываться как будто это чем-то виноват а чувство юмора всегда в таких передрягах помогает с ним у луси и все в порядке она вообще молодец не унывающая и мы всячески в этом даже вот завидуем вторая новость у нас про диего ну вы помните что не так давно он расстался со своей супругой камилой сун так вот он уже завел себе новую пассию даже целых две тут как бы пресса в показаниях путается не знает кто из них какая недолго он грустил вот и вот его фото в компании с колумбинкой поле надавилой а вот это последние фото с мексиканской актрисой ольга сигурой вы бы только посмотрите какой ветренек и кто бы мог подумать с такой-то внешностью извините но не все у него так замечательно некоторые люди на диего очень сильно обиделись а именно эухенио дербес который рассказал что пригласил своих друзей по крайней мере он так думал что у него друзья диего луну гаэля берналь агрессию и сальму хайк на примеру своего нового фильма и никто не только не пришел но даже ничего и не написал ну типа там эухенио прости я сегодня не могу у меня там срочная встреча вон там вон золотуха там еще что-нибудь такое и ничего подобного даже не посчитали но видно думали что фильмец фиговый и провалится а вот и ошиблись был оглушительный успех у американского зрителя самого что ни на есть притерчивого но интересно как теперь будут отмазки изобретать типа некогда было а секретаря недотек я уже уволен или уволила но ничего придет зима попросят хлеба вот станет эухенио культовым режиссером тогда будете в очереди давиться за ролями следующая у нас история про не ней конде которая отпраздновала свой очередной 36 день рождения когда мы говорим что очередной мы не говорим что ей до этого было 35 дней до этого несколько лет было 34 а сейчас несколько лет 36 так вот интересно неужели она думает что никто так и не догадается что есть 43 года что никто не залезет там в интернет и не посмотрит в каком же году родилась наша девица вот есть 43 и не года меньше а следующем году будет 44 а еще следующем году будет 45 ну не девочка уже такие игры ты играть не солидно как-то но не это главное главное в том что не нель абсолютно не может находиться в информационном вакууме нет повода фигня вопрос мы этот повод создадим и вот он последний пример на спектакле запах гордений где не найти переграя главную роль она слишком громко разговаривала за сценой в то время как андреас гарсия был на сцене и ему это не понравилось ну странный какой-то да вот не любит когда то время когда он на сцене кто-то за кулисами громко обсуждает всякие разные идиотские вопросы ну и вон конечно же сделал синьори кондо замечание и что вы думаете слово на слово разгорелся скандал ненель как водится заплакала и убежала но недалеко а к прессе которая вылила всю свою печаль продюсер ярости потому что просил наносить суразы дон андреас еле бешенство сдерживать но комментировать отказывается поскольку продюсер просил его этого не делать а ненель хлюпает носом и рассказывает как очередной раз подверглась вербальному насилию ну это уже клиника граждане но каждый раз на те же самые грабли но это уже не смешно даже вот еще одна дама устроила шоу из своей личной жизни мы говорим об араселе арамбуле если вы думаете что все закончилось на новости о ее расставании с себастьяном роли то очень сильно ошибаетесь все только начинается есть две версии этих событий всех странных одна версия что парочка таки рассталась из-за того что араселе сейчас подала в суд на луиса мигеля который якобы не платит алименты на детей вот потому что считает что расселе просят слишком много но там действительно очень интересные статьи расходов например на еду для маленьких детей двоих да это еды хватило бы на полк солдат по подсчетам адвокатов луиса мигеля или на маникюр для самой россии или на роскошную машину в которой маленький ребенок пятилетний физически ездить не может но еще много чего замечательного вот так вот араселе попросила себастьяна роли рядом с ней там не отсвечивать и потому что он сам неплохо зарабатывает и адвокатов луиса мигеля уже намекали что неплохо бы ему как бы тоже поучаствовать в кормлении детей россии ну вот и в общем ясное дело что роли там ей был совершенно ни к чему при таких обстоятельствах тем более что любовник не украшает даму в судебном процессе ну и считалось что себастьян ждать соскучился и решил что с него хватит а вот вторая версия очень интересно что ничего не не расставались все это чисто в депабли сити то есть шоу постановочное для лохов за которых эта парочка публику и считает дело в том что их совсем недавно буквально несколько дней назад видели в компече в гостинице вполне довольных и счастливых дело в том что в компече происходят съемки сериала где себастьян играет главную роль и актеры видели как они там общались все общались они очень нежно то есть ни о каком расставании там даже и речи не идет ну в общем понятное дело конечно они довольно счастливы еще бы так ловко публику околпачить она-то дура все хавает как известно people он все соживет ну и последняя новость у нас на сегодня о человеке который не собирается никого развлекать в том числе и публику это хосе эльберта кастров эльгуэра кастров который опроверг слухи о своей скорой свадьбе с анжелик гуэр но дело в том что понеслись уже слухи что именно в компече это свадьбой будет ну вот хосе альберту рассказал что нет ребята если как бы решим пожениться то в общем вам об этом скажем а пока что никаких таких вещей мы не планируем и потом мы никакого шоу так сказать демонстрировать не собираемся все будет тихо и мирно если уже мы захотим так сказать сочетаться у незаконного брака ну что редкость какая по нынешним временам просто приятно посмотреть на нормального мужика ну а на сегодня все подписывайтесь на наш канал до свидания